Я собрал команду из своих соседей по комнате, Кирилл живет со мной. Кирилл привезло? Угу, на самом деле, да. Ну так и есть, да, это правда. Был химик в нашей команде, мой сосед по блоку. Так мы и собрались, в принципе, это был первый опыт, мы стали пятыми среди 28 участников в Петербурге. Практически такая домашняя тусовка у вас. Абсолютно правильно. А что было в Санкт-Петербурге? Что нужно было сделать для того, чтобы стать пятыми? Ну, знаете, дорога была довольно-таки тяжела, особенно учитывая то, что мы были как ослепые котята, впервые, в принципе, участвуя в таких мероприятиях. Но вообще, я хочу сказать, что турниры, вот, что такое турнир? Знаете, мы привыкли, что учеба — это что-то сидеть за партой. Скучновато это достаточно. А турнир — это такая площадка, которая позволяет креативно создавать, думать, командно работать. И по итогу создать такой проект, который может принести тебе большие деньги, как в виде стартапа, к примеру. Ну, знаете, как-то вы на ботаников в общепринятом смысле не похожи. Ну, это правда, да, такие современные ребята. А что создали, Родион, рассказывайте, вот именно в Санкт-Петербурге? Что за проект был, что получилось показать? В Петербурге там проходил турнир. Для нас он был первым. Для них он был уже девятым. И вот это просто был наш первый опыт, вот, к чему я сказал, да. А Кирилл что-то хотел задавать, да? Я насчет турнира хотел уточнить, что... В чем еще смысл, да, небольшой. Обычно выпускники вузов, особенно классических вузов, они после выпуска сталкиваются с такой проблемой, что вот знания есть, а как и применить — абсолютно непонятно. И вот турнир — это такая попытка научиться применять свои знания, потому что там задачи довольно прикладные, как правило. И участвуют люди как раз из вузов классических, и вот мы учимся наши знания фундаментальные как-то... Чувствовать практику, в общем, да? Да, да, да. Применить их действительно как-то практически. Ребят, ну скажите, вот для того, чтобы... Ну, в спорте же понятно, да-да, для того, чтобы там первым прибежать на финиш, нужно ноги крепкие иметь и тренироваться, да. А как у вас это происходит? Что нужно сделать для того, чтобы стать лучшим в вашей области? Ну, для начала, думаю, собрать правильную команду. Это правда. Надо сказать для начала спасибо папе с мамой за вот эти генетически обусловленные мозги, наверное, да? Да, да, совершенно верно. Также иметь тактику, потому что каждый турнир... Из-за того, что играются три роли, это, наверное, попозже мы это проговорим с вами, и докладчик-копонент-рецензент, нужно правильно... Ну, нормальные такие слова, ладно, хватит тебе уже. Нужно правильно сыграть, чтобы тебя вызвали туда на ту задачу, которую ты хочешь, и не вызвали на ту, которую не хочешь. Не все задачи равноправны. А, вот как. Есть задачи, которые реферативные, а есть, которые... А вот создайте прибор, который нельзя создать, там, а вы полетите в космос, полетите. А вот как вы полетите в космос, на какой анчастистиции? И нужно, вот, приложить свои усилия. Да, в турнирах тут, помимо науки, еще и тактика есть, действительно. В чем особенность интересная такая. Вы у меня сейчас соведущий мозг сломаете, я потом... Нормально, потому что давно все сломано, не переживай. Николай, можно вопрос мне... Николай, просто не слышим. Было что-то в твоем личном опыте участия в турнире, пусть это либо в Питере, либо в Варшаве, то, что тебе самому лично запомнилось? Ты испытал какой-то научный инсайт, сделал для себя личное открытие, или посмотрел на какую-то очень привычную историю, на которую имел свой понятный взгляд, по-новому, да, какие-то грани раскрыл, известная дисциплина для себя. Было что-то такое в твоей жизни? Ну, во-первых, я хочу сказать, что еще в школе я занимался турниром юных физиков. А вот, может быть, с Родионом в один микрофончик? Давайте тогда попробуем. Так будет лучше, вот, отлично. Соответственно, с турнира юных физиков я уже привык к тому, что вот существует такое движение, что в нем нужно делать, какие существуют в нем роли. А затем уже в УЗИ Родион меня пригласил в команду вот этого... Ну, как-то называется. Не, как-то называется, у них очень интересное название. Турниры естественных наук, то есть это турнир по многим разным дисциплинам, что было, ну, довольно в новинку. И вот на этом турнире нужно было уже привыкать к тому, что задача, которая ты думал, что решается там только в твоей области, ну, например, задача про воздушные фильтры для сажи, вот я, например, считал, что ее можно решить там каким-то физическим способом, поставить физический-электрический фильтр. Электростатический. Да, электростатический. Но некоторые команды решали, то есть они решали, находили химические способы, какие-то бактерии, чтобы очищать вот эти вот дымоходы. И нужно привыкать к тому, что ты выходишь, рассказывать со всеми по твоей теме. Вот это ход, да. Интересно. Родион, а у тебя была какая-то такая история? На что ты посмотрел по-свежему, по-иному, может быть, изменил свой взгляд на что-то? Ну, знаете, являясь медиком... Сделал открытие личное, такое тоже могло быть. Да, всегда очень интересно смотреть на медицинские задачи. Чаще всего они именно медико-биологические, вирусологические заставляют понять, подумать по-иному. Я даже могу сказать так. Для меня было интересно изучать что-то новое, что еще в УЗИ не преподают. Тему, которую нам нужно было читать через три недели, прочитать сегодня, изучить, а потом, когда уже ее рассказывают, уже понять ее более объемно. Какая тема тебя лично так захватила? Очень была задача интересная про акклиматизацию. Она была моей первой. Нужно было рассказать механизмы, все механизмы организма, которые участвуют в акклиматизации. Их много, я вам скажу, как медик. И предложить способ, как ускорять ему акклиматизацию человека при перелетах. Какой способ предложил ты? Ну, знаете, основа все-таки лежит на мелатонине. Это основа гормон сна. Поэтому, если смотреть на именно медицинских способах, то, конечно, прием мелатонина в определенных дозах для спортсменов, особенно, которые участвуют в олимпийских играх. Ну, то есть это не дьюти-фри, да? Да. Вы можете попробовать, конечно. Да, да, да. Ну и принимая мелатонин, не забудь проконсультироваться предварительно со специалистом. Кирилл, твои ее инсайты в этой истории. Что было для тебя открытием? На что посмотрел? Ну, была там одна задача интересная. Ну, вам я про нее не скажу. Нет, нет, нет. Там смысл в том, что... Ну, простым языком, так, чтобы было понятно. В Австралии есть такой инвазивный вид жабы. Жаба-ага. Жаба-ага. Да. И они, там, местные жители очень волнуются за них, потому что они ядовиты, и они могут влиять на экологию. И сильно ядовиты, прямо скажем. Да, да, да. И, в общем, я... Ну, способы, которые приложены сейчас, они недостаточно эффективны. Я пытался придумать что-то интересное свое. Я попробовал приложить систему на основе Криспера КС-9. Ну, это сейчас модная вещь. Биологически, да. До свидания. Кто знает, тот знает. Я просто к тому, что это сейчас довольно известная вещь в определенных кругах. Так. Оказалось, что с этим тоже есть проблема, потому что потом другие команды, которые вышли меня по нерву, сказали, что вот, там есть магистрические модели, которые описывают то, что с этим будут проблемы некоторые. Может быть, что вот жабы, они такие особые организмы. Это было исправлено начально из текомых. То есть, я обнаружил, что есть очень много аспектов, которые можно было тоже доработать. И вот эти задачи, их можно копать и копать бесконечно. Я хочу добавить, потому что задачи, которые мы решаем, они требуют не только какой-то идеи, они требуют полноценной проработки. И чтобы мы учли максимально все, что мы можем. Там нужно было придумать, приложить способ разделения благородных металлов. Мы знаем, есть патино-паладии, благородные металлы. И с ними обычно в небольших количествах всегда находятся руты неосми, роги и риги. Это тоже благородные металлы, называются спутники. И, собственно, проблема в том, что они вместе очень крепко держатся друг с другом. И поэтому разделить их сложно, действительно. И там нужно придумать сложные способы. А которые способы сейчас есть, они довольно экологически нечистые. А, вот так. То есть, надо было почище что-то предложить, да? Вот. И наш химик, он просто искал большое количество статей, патентов. То есть, он делал большой очень лет обзор. И, в конце концов, оказалось, что метод, который приложил он, он... А, кстати, задача, она была приложена компанией «Карцет Мет». Это Мосноярский завод. И оказалось, что его метод, он очень близко похож на тот метод, который, собственно, они используют. Вот это да. То есть, он абсолютно просто собрал разные источники. И вот собрал из всего этого вот эту вот модель, которая оказалось, что они почти используют. Ну, там, 80% примерно. И, в конце концов, тоже наша гордость, извините, что это... То, что когда оценивал задачу, он очень переживал. И когда ставили оценки за задачу, в жюри сидел представитель компании, который предложил эту задачу. Он сказал, это первая десятка за последние 5 лет. Вот так. Он поставил максимум баллов. Ну, тем более, это уже подтверждено практикой ведь даже, да? Да, да, да. То есть, как оказалось, что это действительно работает. Это обеспечило первое место команде? Или вы сделали что-то еще? Нет, видите как, эта задача, она была все равно переработана. Она была и в Петербурге, и она повторилась сейчас в Варшаве. Но, конечно, мы внесли больше реакций экологических, которые дружелюбны с экологией. И другие же члены жюри смотрели на эту задачу на финале. То есть, в финале мы докладывали абсолютно иностранным экспертам. С разных стран тоже члены жюри приехали. И вот они так оценили ее. Радио 54 Первое. Областное радио.